так ну что же всем привет у нас на канале новый автомобиль рено кангу 1 и 5 турбодизель ремонтируем двигатель так ездил я на этой ножке рабочая рено было кушала маслецом плохо заводилась и последние моменты уже езды уже слышны были стуки в двигателе какие-то непонятные то есть нужно было срочно остановиться и разбирать то что мы сделали так двигатель мы разобрали как видите сняли все сейчас стадия ждет сборки но я расскажу что было мы разобрали двигатель вскрыли его поршневая закончилась она была она уже износилась вкладыши тоже у нас немного закончились сейчас я вам их покажу тут наши старые запчастинки вот поршня вот наши вкладыши как видим уже напыление выработалась и уже добралась и до основы то есть еще чуть-чуть бы и крутануло их но хорошо что мы остановились вот наша поршня старая так это не выглядят они у нас тоже закончили вкладыши шо коренные шо шатуны и уже плохом были состоянии поэтому решили делать капитальный ремонт так по двигателю цилиндры были проточены цилиндры все красиво сейчас я покажу каком сейчас они состоянии вот цилиндры новенькие поршня поршня хелла все красиво вот про . не знаю он все видно все красиво из нюансов когда точили получается шлифанули поверхность блока выровняли немного был кривоватый и соответственно когда высоту убрали блока у нас могли торчать поршня но когда их делали в шатунах меняли втулки и втулки тоже просадили допустим но я точно не помню насколько шлифанули допустим это 15 соток шлифанули поверхность и на 15 соток присадили поршня что все осталось ну в заводском размере и ничего у нас не изменилось чтоб там поршня не стукали все такое все красиво оба маленький а тяжелый потом когда шлифовалась цилиндры здесь стоят вот такие масляные форсунки они не снимаются соответственно их просто позагибали сейчас мы их отогнули на место выставили тут очень важно нужно выставить чтобы лили на пальцы потому что если не буду смазываться двигатель быстро закончится выставили все форсунки мы под давлением проверили все льется все отлично теперь протяжка протягиваем болты смотрим в интернете степень протягиваем с центра и пошли 1 2 допустим 3 4 5 6 7 8 9 10 протягиваем для протяжки используем геометрический ключ вот так он выглядит выставили вот шкала у него выставили и обтягиваем так я уже обтянул все сейчас прокрутим проверим все легко и хорошо крутится если будут какие-то закусы двигатель не будут крутиться надо разбирать или перепроверять потому что наши вкладыши на вкладышах этих нету замков на них получается здесь должен быть замочек но на этом моторе их нету так вот они выглядят без замком видно вкладыши уже наверное даже родные это наши новые поршня такие заказывали все поставили сальник вот обтянули поставили сальник сейчас накинем крышку а сейчас нет точнее поставим масляный насос крышку и я думаю с низом мы будем заканчивать пошли за маховиком потом будем продолжать так ну что же нашелся наш маховик вот он у нас бездемпферный ничего тяжеленький увесистый наверное как для дизеля это нужно речь на плане я думаю что он бездемпферный все таки немного смягчало все таки колебания дизельные так болты у нас с мелкой резьбой специфически желательно не терять а кстати еще один нюанс по маховику маховика у него посадочных и как таковых нету получается на каком-то из болту разное расстояние и плачет живым маховик поставить только в одном положении потому что с маховика еще датчик коленвала защитит информацию накидываем его на коленвал и начинаем крутить пока наши дырочки все не совпадут а совпадут они только одном положении все есть попали теперь болтики так буду садить на фиксатор резьбы дома ничего тут не открутилось ну что же установили маховик есть пару проблем по болтам нужно дозаказать 3 болта они у нас немножко пострадала резьба я уже померял тут м9 шаг 1 такая интересная резьба в принципе все установили маховик поставили два болта потом закупим точнее приеду купим потом установили сейчас нужно прокрутить несколько раз проверить обращается мотор нету никаких зацепов ничего для этого нужны перчатки так берем наши перчатки крутить двигатель крутится в принципе легко все отлично все устанавливаем масляный насос наш масляный насос масляный насос есть звездочка звездочка есть и теперь цепь цепь у нас новенькая фабель нету ни натяжителей ничего просто устанавливается фиксируем и затягиваем масляный насос затянется масляный насос и она прямо натянется идеально ключ у нас получается от 42 метров тут я думаю где-то 15 нужно тянуть поэтому тянем без этого ключа вот так вот все это 15 и теперь второй болтик готово дальше все мы тут собрали масляный насос стоит ставим переднюю крышку передняя крышка вычищаем посадочное под сальник и установили сальник берем новую прокладочку нашу еще немножко промажем герметиком так готово устанавливаем прокладочку посадочное под сальник мажем смазочкой чтобы не было никаких задеров устанавливаем крышку так поставили сальник покажу вам вот новенький сальник поставили крышку подтягиваем ну что же финалочка мотор собран все обтянуто все стоит шкиф стоит этот маховик маховик стоит все ставим поддон установили новенькую прокладочку проверили ее все красиво стоит теперь устанавливаем поддон все берем болтики обтягиваем все берем болтики собираем голову поменяли мы ее чуть-чуть отмыли поменяли маскосъемные колпачки сейчас я вам покажу как они выглядят вот уже новенькие сейчас тут продуем сделали вот такой засухариватель самодельный работает уже один сухарь на месте то есть два сухаря один клапан уже засухаривает новые маслосъемные клапана притерли пользовались вот такой притирочной тостой тут с одной стороны она получается крупнозернистая это у нас мелкозернистая это у нас крупнозернистая это у нас крупнозернистая притерли теперь начинаем засухаривать так стаканчики вот так вот так они выглядят которые регулируют зазоры кида 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 все готов уложим распредвал и обязательно смазываем все маслицом все готово ну что рынок энго окончено винятель собрано работает красиво так пробуем выезжать так ну что же сейчас немного проедемся машину прикатаем на небольшой скорости чтобы двигатель притерся чтобы все было красиво прикатаем все реношка окончена ее мы можем спокойно отдавать так что подписывайтесь на канал ставьте лайки и будем ремонтировать дальше мы будем субтитры бутин 40 40 60 60 60 Продолжение следует...